Несмотря на то, что у нас в принципе в торговле, в магазинах и так далее вроде все терпимо, тем не менее хотелось бы от вас услышать оценку ситуации, которая складывается на потребительском рынке и услышать от вас прогноз развития потребительского рынка и направления этого развития, особенно в плане ценообразования. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, на социально значимые товары, без которого люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии. Вот такая тема разговора. Я не единожды обращал ваше внимание, и особенно Министерство по антимонопольному регулированию торговли, на то, что мы не должны созерцать и спокойно наблюдать за тем, где необоснованно растут цены. Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать, и если нужно, вмешиваясь, исправлять ее. Не надо тут рассуждений по поводу, что рынок все отрегулирует. Ну, мы уже с вами люди взрослые, в рынке немало проработали, и понимаем, что рынок далеко не все регулирует. И не всегда. Но сейчас случай особый. И посмотрите, очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли. Россия, по-моему, даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Да. Вот вам и весь рынок. Регулируют цены. Запрещали вывоз той же России средств защиты. Врачей, маски, респираторы, дезинфицирующие средства и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа. Поэтому даже ситуация сегодня говорит о том, что мы должны видеть все. Вмешиваться или не вмешиваться, зависит от ситуации. Думаю, сегодня ситуация такова, что мы не просто должны созерцать, еще раз повторяю, но и вмешиваться в те процессы, которые происходят на внутреннем потребительском рынке при необходимости. Уважаемый товарищ президент, самое главное, что я хочу отметить, что сегодня, несмотря ни на что, прежде всего, несмотря на внешние вызовы, ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и в настоящее время стабильна. То есть дефицита у нас нет никакого, ни по одной группе товаров? У нас нет дефицита и нет ажиотажа. Продолжение следует...